Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, снова и снова всех приветствую в актовом зале Срединской семинарии. Для тех, кто просматривает наши записи через интернет, напомню, что данные записи осуществляются с помощью портала экзегет.ру и будут размещаться на портале экзегет.ру и на сайте Срединского монастыря, в котором и проходят данные записи. 10-й Псалом, 2-я кофизма. Как и 9-й Псалом, предшествующий этому, 10-й Псалом описывает преследование праведных со стороны нечестивых. Но здесь нет того недоумения, для чего, Господи, стоишь вдали, и срочной просьбы к Богу «Восстань, Господи», которое обозначено в Псалме 9-м. Вместо этого приводится характер преследования врагов, от которых спасается псалмопевец. Это видно в первых стихах. А затем подчеркивается та уверенность, с которой Давид размышляет об испытаниях от Господа. В Псалме 10-м, как и в Псалмах 45-м, 47-м, выражается уверенность, что, несмотря на общественные беспорядки, Бог не оставляет верных Ему людей. «На Господа уповаю! Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица!» Множественное число указывает на то, что речь идет не об одном советчике, а о множестве консультантов, которые предлагают этот совет. «Их имена не приводятся, но похоже, что они руководствуются благородными побуждениями. Они знают о тех, кто преследует псалмопевца и желают, чтобы он не пострадал от заговора». В надписании Псалма указан Давид. Возможно, что те, кто призывают его к бегству, являются его политическими или военными советниками. Если включить три первых стиха Псалма в прямую речь советников царя, то их последними словами будет риторический вопрос, который предполагает, что бегство – это единственный выход, когда опасность крайне близка. Нечестивые уже натянули лук и положили стрелу к тетиве. Вероятно, что намек на разрушение оснований, который дает множество поводов для самых различных толкований, предполагает не столько разрушение каких-то крепостных укреплений, сколько дезинтеграцию тех институтов власти, которые поддерживают общественный порядок. Советникам кажется, что нечестивые одержали верх, и у праведников нет другого выбора, кроме как улетать на гору в безопасное место. Псалмопевец называется здесь праведным сердцем. Быть праведным означает быть правильным, честным, справедливым юридически и этически. Правый, праведный был Иов, он был непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Это качество правильности высоко ценится в книге «Притчи». Ну, я нашел больше 20 мест, в которых приводятся те или иные описания того, кто есть праведник и что такое праведность. Можно вспомнить ряд примеров из жизни Давида, которые резонируют с ситуацией, описанной в данном псалме. Когда он был еще молод, его пытался окружить Саул, а когда состарился, его преследовал Авесолом. Когда-то Саул охотился на Давида, как гоняются за куропаткой по горам. Поэтому сейчас Давид удивлен, слыша своих советчиков, что ему советуют улетать от врагов, как птица. Давид знает, что он в безопасности, не в крепости, а в Господе. Вследствие этого он реагирует на своих советчиков с недоверием. «Как же вы это говорите душе моей?» И во многих других местах птица, которая скитается от места к месту, голубь, который как-то находит себе пристанище на горе, говорят нам не столько о безопасности, сколько о нестабильности. Отсюда и образ перелетной птицы, которая не может найти себе постоянного гнезда. Во второй части 10-го псалма автор поясняет, почему он уверен в Боге перед лицом вооруженных противников. Господь не просто сидит на небесном престоле. Его глаза внимательно следят за всем происходящим на земле. Он изучает, буквально исследует, проверяет. Здесь слово «испытует», «испытывает» не передает все возможные оттенки. Он буквально тестирует, экзаминирует праведников и ненавидит нечестивых. Псалмопевец уверен, что, будучи одним из праведников, он обретет у Бога милость. Об этом говорит выражение синодального перевода «лице его Бога видит праведника», который следует за греческим текстом. Это выражение в древнееврейском оригинале звучит несколько иначе. «Праведник увидит лице его», то есть «праведник увидит лице Бога», что намекает на жизнь праведника в присутствии Божия. Какой бы мы перевод ни взяли за основу, в любом случае здесь есть некая взаимность. «Праведник увидит лице Божие», и, с другой стороны, «лице Бога видит праведника». Так заканчивается этот псалом в том или другом тексте. В стихе пятом данного псалма также есть разница между древнееврейским и греческими текстами. Если в еврейском исходнике речь о чувстве ненависти исходит от Бога, любящего ненасилия ненавидит душа его, душа Бога, то по греческому переводу «тот, кто делает неправду, тем самым сам ненавидит себя». Любящий неправду ненавидит свою душу. Я привожу вам на экране и тот, и другой вариант. Такое прочтение греческого текста давало повод для многих святых отцов здесь акцентировать внимание на аскетике, на внутренней борьбе со страстями и пороками. Цитирую Златоуста. «Порок противен душе, враждебен и гибельный, так что порочный еще прежде наказания уже испытывает наказание сам в себе. Любящий неправду ненавидит свою душу». Бог дождем прольет на нечестивых по шестому стиху горящие угли, огонь и серу. Нечестивые будут мучиться от палящего ветра. Образ дождя с огнем и горящей серой намекает на то, как Бог уничтожил злые города Содом и Гоморру. Часто, когда мы произносим эти два слова, у нас возникает в современном, так сказать, ассоциативном ряду образ тех близких интимных отношений, которые сейчас стали модными в некоторых странах, но кажутся нам крайне противными с точки зрения этики половых отношений. Но если присмотреться к книге пророка из Икииля, то грех Содома и Гоморры видится в чем-то другом, в чем-то более глубинным, чем неэтических сексуальных отношений. В чем же было беззаконие Содома? Спрашивает себя порок Иезекииль. И тут же дает ответ. В гордости, присыщении праздности. И она руки бедного, имеется в виду Содом, и нищего не поддерживала. Женский род здесь употребляется, потому что слово «ир» — город, в русском переводе употребляется в мужском роде, а на еврейском это слово «женского рода» — город, поэтому она не подала руки бедного и нищего не поддерживала. Причиной совращения жителей Содома по языке Илю была гордость. Возгордились они «И делали мерзости пред лицом моим, и, уфидев это, я отверг их», — говорит Господь. Образ чаши из 6 стиха 10 псалма нередко говорит о воздаянии Бога после суда. «Чаша» может быть чашей благословения, когда благость и милость по жизни начинают сопровождать человека. «Чаша» может быть чашей суда и гнева, который будет пить грешники в день Божия суда. Греческий заголовок псалма «в конец» было истолковано в свое время блаженным Феодоритом как предречение о праведном суде Божием, и о наказании, которым подвергнутся беззаконные. Отходя от буквального прочтения текста, святитель Иоанн Затауст видит в птице, скитающемся по горам, образ тех людей, которые, надеясь на житейские блага, делаются нелегко уловимыми для всех. Как птица уловляется и детьми, и сетями, и селками, и другими бесчисленными средствами, так и богатый по святителю Иоанну уловляется друзьями и врагами. Он живет даже в большей опасности, нежели птица, имея множество людей, которые ловят его, а прежде всего ловят его свои собственные порочные желания. Завершая толкование на этот псалом, я хотел бы еще раз обратить внимание на последний стих, в котором трижды приводится слово «праведник». Господь праведен, он любит правду, и лице его видит праведника. Характеристика Бога должна стать характеристикой человека. И наоборот, если человек будет иметь такую характеристику своего поведения, как справедливость, честность, благородство, богобоязненность, то тогда он будет притягиваться к тому, кто является первой основой для этого качества, к Богу праведности, к Богу, который любит праведность и распространяет ее среди тянущихся к нему. Завершая толкование на этот псалом, я хотел бы еще раз обратить внимание на последний стих, в котором трижды приводится слово «праведник». Господь праведен, он любит правду, и лице его видит праведника. Характеристика Бога должна стать характеристикой человека. И наоборот, если человек будет иметь такую характеристику своего поведения, как справедливость, честность, благородство, богобоязненность, то тогда он будет притягиваться к тому, кто является первой основой для этого качества, к Богу праведности, к Богу, который любит праведность и распространяет ее среди тянущихся к нему.